В эфире нашего телеканала программа «О чем молчит время». В ней мы расскажем вам о том, что в нашем городе и области есть множество интересных и загадочных мест, о которых вы даже не подозревали. Ну а сегодня мы с вами отправимся в путешествие в Касимов, чтобы познакомиться с его самобытной культурой и древней историей. Касимов входит в список городов России памятников национальной культуры. И это не случайно, ведь здесь почти полностью сохранилась застройка позапрошлого века, а некоторые здания имеют еще более древнюю историю. Старинные купеческие дома, усадьбы, церкви и даже минарет – все это овеяно тайнами и легендами, которые скрывают время под покровом своего безмолвия. Но сегодня мы постараемся приподнять завесу тайны и узнать как можно больше об истории Касимова, его прошлом и настоящем. В 1152 году во времена князя Юрия Долгорукова среди лесов и болот глухого Мещерского края была заложена небольшая крепость, получившая название Городец Мещерский. Городец стоял при впадении речки Бабинки в Аку, но к концу XIV века был уничтожен до основания пожарами и татарскими набегами. Отстроенный заново, чуть подальше на берегу Аки, город назвали Новый Низовой Городец. Проживали в нем и давние обитатели здешних мест, принадлежавшие к племенам Мещеры и Мордовы, и пришлые русские поселенцы. В XV веке князь Василий пожаловал Городец за верность и важные услуги татарскому царевичу Касиму. Вот так, по княжьему указу, в глубине Мещерских лесов возникло удельное татарское ханство. Рядом с русскими деревянными избами там возводились сооружения из массивных известняковых плит – ханский дворец, мечеть с минаретом. Потом начали появляться каменные мавзолеи – такие памятники скончавшимся ханам и их родням, а город стали именовать Касимовым. Спустя века Касимов все так же остается символом переплетения двух культур – русской и татарской. И сегодня здесь православные церкви соседствуют с мечетью, а два народа мирно уживаются друг с другом. И даже Касимовский краеведческий музей состоит из двух экспозиций, одна из которых полностью посвящена культуре татар. Кстати сказать, Касимовский музей – один из старейших музеев Рязанского края. Начало ему положила коллекция мебели и живописи из имени князей Голицыных и дворян Олениных в 1919 году, а также коллекции крестьянской одежды и бытовой утвари. В 1998 году музей расширил свои площади, и теперь часть экспозиции выставляется в здании, без которого, как считают некоторые исследователи, немыслим облик города – в доме Оленичковых. Эта фамилия играла большую роль в экономической жизни нашего города, в общественной и в культурной. Разбогатела семья Новинных от Купах. И вплоть до 1893 года этим домом владели купцы Оленичковы. Но со смертью Аркадия Васильевича в 1893 году дом перешел городу из земства. Этому дому уже более 200 лет. Хотя точная дата окончания его строительства неизвестна, считается, что к 1809 году он уже возвышался на главной площади города. А вот строился он достаточно долго, ведь, как гласит легенда, от сроков строительства зависела жизнь хозяина дома. Рассказывать, например, о том, что одному из Оленичковых, имея в виду Василия Ивановича, в свое время нагадали, что он умрет тогда, когда перестанет строить дом. Поэтому он к первоначальному архитектурному замыслу пристраивал, достраивал. И дом получился очень и очень громоздким. Действительно, дом очень большой. В нем было 38 комнат. Сегодня музее отдана только его часть. В другой же находятся жилые квартиры. Со времен Оленичковых здесь сохранилось немногое. Особого внимания заслуживает Блевидер. Легкая надстройка над зданием, с которой открывается прекрасный вид на город. Возможно, раньше семья Оленичковых устраивала здесь балы. Ну а в основных залах знаменитого дома сегодня расположены экспонаты музея. В этом зале, где мы сейчас с вами находимся, представлены предметы быта из усадьбы князей Голицыных, национализированной в 1918 году, и ряд предметов из имения дворян Олениных. Благодаря этим вещам у горожан родилась идея о создании музея. То есть можно сказать, что это первые экспонаты нашего музея. В этом музее каждый найдет для себя что-то интересное. Кого-то заинтересует коллекция русских и татарских костюмов, других – картины, третьих – уникальные исторические документы и фотографии. Вот в этом зале чаще всего обращают внимание на портрет Суворова, на кресло дуга, топор и рукавиц, а за моей спиной на столе стоит музыкальная шкатулка. Ну, иногда мы ее заводим. Мы очень приятно ощутить себя в обстановке XIX века, слышав мелодию, которая исполняется на этой шкатулке. Также в музее представлена знаменитая картина Алексея Лейбана «Касимовская невеста». На ней изображена Ефимия Всеволжская, дочь Касимовского дворянина, которую в качестве своей будущей жены выбрал царь Алексей Михайлович. Но при встрече с ним девушка потеряла сознание. Почему это произошло, точно неизвестно. То ли от избытка чувств, то ли из-за злого умысла матерей и сестер знатных девиц, которых царь не выбрал. В любом случае, из случившегося сделали вывод, что Ефимия страдает подучей болезнью, и вместе с родными сослали ее в Сибирь. Вообще, в Касимове жили многие легендарные личности, которые оставили свой след не только в истории нашей области, но и в истории всей страны. Ну, мало кто, например, знает, что в Касимове доживали свой век сын и внук сибирского хана Кучума. После покорения Сибири их привезли сюда, и они жили как почетные пленники, и внук Кучума Арслан Алиевич, он даже возглавлял Касимовских татар в какое-то время. С Касимовым, как со старинным городом, связано множество легенд. Но, как отмечает Ирина Грачева, кандидат филологических наук, больше интерес представляют реальные исторические факты, которые пока еще не нашли своего подтверждения. Так, например, часто рассказывают, что якобы в Касимове доживал свой век и был похоронен у алтаря Георгиевской церкви знаменитый шут Петра Первого Иван Балакирев. Даже есть документы, представленные еще в XIX веке. Одним из людей, рязанцев, кто интересовался древней историей, он покупал имение в Касимове, как раз возле этой татарской горы, и вместе с документами по имению досталась опись имения прапорщика Ивана Балакирева, которая была сделана после его смерти, когда имение забиралось в Касимове. Сама личность Ивана Балакирева очень загадочна. Никто даже точно не знает, откуда он был родом. Меньше всего загадок в петербургском периоде его жизни. Именно тогда он принял на себя шутовство при дворе Петра Первого и был посредником между Екатериной и ее любовником Уильямом Монсом, за что впоследствии Петр отправил его в ссылку. Пережил Иван Балакирев и царя-преобразователя, и Екатерину даже успел послужить при дворе Анны Иоанновны. Незадолго до ее смерти он испросил разрешение проведать свои водчины и пропал. Находились ли его водчины в Касимове или в каком-то другом месте, точно неизвестно. Но сейчас доверчивым туристам показывают надгробную плиту якобы Ивана Балакирева рядом с Георгиевской церковью. Еще одна легендарная страница истории Касимова связана с последней казанской царицей Сюембике. После взятия Казани царь Иван Грозный выдал пленную красавицу за Касимовского хана Шахали. Тому пришлось взять в жены строптивую царицу, но особой радости по этому поводу он не испытывал. Хотя после тех сюрпризов, которые ему преподнесла Сюембике, понять его можно. Будущая жена должна показать, как она умеет хорошо готовить и какая она замечательная хозяйка. То же самое предстояло сделать и Сюембике. Первый подарок, который она преподнесла супругу, это была еда, которую она приготовила собственноручно. Шахалихан отдал эту еду собаке. Нужно сказать, что первым мужем этой красавицы был родной брат Шахалихана, Джан Али. Но он в скором времени, после того, как женился на Сюембике, скончался. И до Шахали доходили слухи, что в его смерти виновна Сюембике. Чем-то он ей не угодил. Собака, попробовав еду, в скором времени сдохла. Следующий подарок, который приготовила Сюембике будущему супругу, была рубашка. Очень красивая, вышитая собственноручно. Рубаху Шахалихан отдал пленному. Пленный в муках умер. Сегодня историков больше всего интересует вопрос, где же похоронена знаменитая царица. Ведь нет ни одного документального свидетельства ее смерти. Просто в какой-то момент ее имя пропало из летописей. Вполне возможно, что ее захоронение будет найдено именно в Касимове, ведь здесь все еще сохранились постройки тех давних времен. Со времен Касимовского ханства в городе сохранилось три памятника архитектуры, две гробницы и старая ханская мечеть. Сейчас в ее здании расположен музей, ну а со стен древнего минорета все еще можно полюбоваться панорамой города. По преданию, мечеть была построена первым правителем Касимовского ханства царевичем Касимом в 15 веке. Спустя пару столетий ее снесли и отстроили уже только в конце 18 века. А вот каменный минорет нерушимо стоял все эти столетия. Сегодня подняться на него может любой желающий. Наша съемочная группа также решила прикоснуться к древности. Если честно, мы испытали удивительные чувства поднимаясь по этим древним ступеням и думая о том, сколько поколений муэдзинов проделывали этот путь в прошлом. Еще одна древняя постройка на территории Касимова Мавзолей или так называемая Текие, которая в 16 веке построила Шахали для себя и своих близких. Считается, что именно здесь была найдена безымянная плита, под которой Шахали якобы похоронил свою супругу, строптивую царицу Сюембике. Таким образом, он хотел стереть ее имя из памяти потомков. Однако, это всего лишь легенда, ничем не подтвержденная, а вот царица Сюембике, как и Шах Али, являются реальными историческими персонажами. Сегодня здесь уже нет останков древнего ханского рода. Впервые эта гробница была описана в 1768 году. Тогда исследователю неприятно поразило то, что Текие уже было разграблено. Кругом были разбросаны обрывки дорогой материи и кости. И хотя на сегодняшний день ханские останки уже перезахоронили, работники музея стараются лишний раз сюда не заходить. Первый раз вообще было страшно, а ну и сегодня ощущение ужаса и холода. Когда дверь открывается, то холодный воздух оттуда выходит, и все паутинки, и все отсюда теплый воздух затягивается туда, и дверь скрипит. Это не очень приятно. Поэтому лишний раз сюда ходить не хочется. Да и местные жители обходят это место страной. И только мальчишки проявляют вполне объяснимый интерес к древней гробнице. Хотя о том, кто здесь был захоронен, даже не слышали. Один раз ночью гуляли, туда перелезли, послушали внизу дверь, потом тут наверху послушали, там кто-то прям ногтем скрипитал по двери. Конечно, может быть, это проделки грузунов вкупе с мальчишескими фантазиями. Но это похоже на нерушимую традицию, склепов без привидений не бывает. Поскольку нас интересует не только прошлое, но и настоящее Касимова, мы решили посетить одну из главных его достопримечательностей – музей самоваров. Сегодня о музее самоваров знают далеко за пределами Касимова. Несмотря на то, что ему всего 4 года, он пользуется не меньше популярностью, чем древние памятники этого города. А все потому, что у музея есть душа, и создавался он именно для того, чтобы у Касимова появилось новое запоминающееся лицо. Я шел в городе, по городу, возле города стояли на пристани три теплохода, туристов было, человек, наверное, по 150 и шли, они общей толпой. Это было вот как раз лет 15. У нас не было еще тротуаров, город был как раз грязный, не было еще 850-летие города, значит, осень, дождь идет, грязь, музей еще не перенесли наш кореведческий, и они в один голос все говорят, город-то какой прекрасный, на крутом берегу реки стоит, кругом леса, озера, истории чудесные города, а посмотреть нечего, все у грязи, и нет ни одного музея. Именно тогда Михаил Силков и решил открыть музей. Вот только что это будет за музей, он решил не сразу. Идей было много, но решил самоварный. Почему? Потому что самовар не так уж сильно представлен у нас в России. Он представлен во всех музеях, но достаточно с моей точки зрения необъемно. Вот, и поэтому считаю, что этот предмет был как бы немножко незаконно забыт чуть-чуть. История самовара как явление российской действительности и история каждого из представленных здесь экспонатов переплетаются в одну удивительную экскурсию по небольшим залам-музеям. Здесь вы наверняка узнаете множество интересных фактов, касающихся не только самоваров, но и повседневной жизни наших предков. Так, вам расскажут о том, что черный чай пришел в России только в 20 веке, а до этого наши предки пили исключительно чай из трав. Но и после того, как черный чай попал в нашу страну, долгое время он оставался напитком достаточно редким, доступным не каждому. Чайку люди шли в трактир и в чай. Чай был очень дорогостоящим напитком. Если поросенок стоил рубль, фунт чая доходил в цене до 2 рублей 60 копеек. И в трактирах чай подавали чайными парами. Это два чайника. Чайник побольше, это для кипятка. И поменьше чайник для заварки. И кусочки сахара, потому что он подавался порционно, давали столько кусочков сахара, сколько стаканов кипятка налили. Но, конечно же, главными героями этой увлекательной экскурсии станут самовары. Большие и маленькие, с забавными названиями и удивительными историями. А вот об истории возникновения первого в мире самовара сведений нет. Зато доподлинно известно, что первые самовары делались вовсе не в Туле, как мы привыкли думать, а на Урале и по берегам Онежского озера, где обитало племя Чуть. И копали и плавили медь они еще во втором тысячелетии до нашей эры. А если плавили и копали, значит, они что-то из нее делали. Самые первые самовары в Тулу переехали в 1787 году. Среди экспонатов музея представлены такие редкие экземпляры, как станционный самовар с одной из сибирских станций, которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак, а также самовар, подаренный Леониду Ильичу Брежневу к его 75-летию. А вот этот самовар почему-то называется Леший. Такое странное у него прозвище, потому что Леший все время стремится стать царем леса, но царь-то лесобериндей, то есть он-то уже занят. И поэтому, конечно, вот одну корону на себя надел вторую, а сам все равно такой лохматый не причезли. А это самовар счастья. Назван он так потому, что желание, загаданное рядом с ним, обязательно исполняется. Сделал его отец в подарок своей дочери на свадьбу. Произошло это в 1851 году. Делает он его весь в сердечках, а сердечко состоит из двух половин, то есть муж и жена, но сердце все-таки одно. И пока живем по сердцу, у нас все хорошо, все правильно и все получается. И жить нам легко и спокойно. Но ручки делает в форме бараньих рогов. И как только мы как два барана заупрямились друг на друга, все, у нас в жизни пошли неприятности и все сразу стало кверху ногами. Для того, чтобы вот этих неприятностей в жизни у нас не было, это упрямство нужно убрать. Как? Только терпением, только любовью. Больше никак не получится. И вот где вот эти рога отражается здесь, где мы стоим кверху ногами, получается окошечко в форме арочки. И вот если найти правильную точку зрения, то в этом окошке мы можем увидеть цирковь. И причем цирковь, храм этот, стоит прямо, а мы рядом стоим кверху ногами. Помимо самоваров в музее вы сможете увидеть множество интересных предметов, связанных в первую очередь с русскими традициями чаепития, а также познакомиться с очаровательным котом. В общем, равнодушным вы точно не останетесь. Все посетители этого музея едины в своем мнении. Он стал новой изюминкой старого города. Легенды этого города навсегда останутся его главными таинственными украшениями, которые бдительно охраняет время. Ну а мы все так же будем любоваться Касимовым, вдыхая ароматы его первозданной старины и ломая голову над его загадками. С вами была программа «О чем молчит время». До встречи.